Есть в латвийском спорте фамилия, которую по праву можно назвать самой спортивной, хотя бы из массовости представители этой династии в различных видах спорта. Любители хоккея наверняка помнят, как на протяжении десятков лет честь хоккейной сборной страны на Олимпиадах и чемпионатах мира по очереди защищали Марек Яс, Марис Яс и Коба Яс. Сегодняшнее поколение поклонников баскетбола, разумеется, в курсе того, что в женской сборной нашей страны выступает Ванесса Яс. Болельщики со стажем, самые продвинутые в боксе, вспомнят в этой связи Илгвара Ясса, мастера спорта СССР, многократного чемпиона Латвии, победителя всевозможных международных турниров. В общем, Яссы и латвийский спорт – это давняя связка. Так что с течением лет увидеть одного из представителей этой династии на тренерском мостике не было каким-то откровением. Мареку Ясу 46. В прошлом известный хоккеист, в свое время он поиграл во всех сборных Латвии, выступал за океаном, в чемпионате Финляндии, а еще в Российской Суперлиге, играя в ЦСКА той самой команде Виктора Тихонова. В его послужном списке – Пардаугова, клубы Огры и Лепаи, ряд рижских команд. Десять лет назад его активная игровая карьера завершилась. И вот очередной финн судьбы. Теперь он тренер рижского «Динамо». Шишки надо набивать и хорошие, и плохие. Шесть лет я тренировал детей, там чуть-чуть полегче было, совсем другая работа. Сейчас с мужиками уже совсем надо по-другому работать. Значит ли это, что ты свое будущее тоже рассматриваешь в качестве тренера? Ну да, рассматриваюсь. Я уж на это подписался, как говорится. Закончил институт наш ЛСПА. Но не просто так. Ну да, любимое дело. Всю жизнь отыграл сам, чем еще заниматься. Как ты отнесся к предложению по работе с Рижским «Динамо» вот сейчас именно? Ну для меня это очень такой, как говорится, экспириенс, вызов. Ну для меня большой шанс, как бы, грубо говоря, засветиться. Ну и, еще раз говорю, набраться опыта какого-то. Посмотреть, что как, притереться, научиться всему. Не только кого-то научить то, что я умею, но и научиться от кого-то тоже. Как работать с командой, когда тебе самому еще возраст такой не очень, скажем так, пожилой? То есть ты буквально, ну, одного поколения с игроками, которые в команде. Ну я и не очень молодой, мне уже 46. Но все равно, Марк. Не, ну есть, да, игроки почти там. За 30, с которым, допустим. Да, многие. Ну, у нас хорошее отношение с ребятами. Я нашел с ними общий язык. С молодежью я уже привык более-менее работать. Знаю, как и что, и куда, где похвалить, где наорать, где подсказать. А со стариками, как говорится, ну, хорошее отношение. Я со многими играл, так что и с Митилосом в «Рига-2000» играл. С Жориком, я не помню, где-то играли, не играли. С поясом, да. Марок Яс еще молодой тренер, но с четкими амбициями. А у кого он сам тренировался? Кто ему дал путевку в большой хоккей? Кого сегодня он вспоминает с благодарностью? Ну, детский тренер был у меня, Эдмунд Васильев. Я очень благодарен ему. Он мне очень многое дал. И не только мне, всей нашей команде. И Хербарту Васильеву, и Сашке Нижевитов, и Хребунцов, Миранович. Ну, многие игроки у нас играли. Он был такой спокойный, как вот вспоминаю его. Всегда объяснял, без криков не орал, как говорится. Но я очень благодарен ему, да. Всем, что у меня есть, как бы, с детства. Наверное, это все с фундамента, с детства, как говорится, школа. Если школа у тебя есть, так тебе потом легче будет по жизни. Ну, потом меня в команду мастеров взял Царство Небесное Бескашнов. Продалгово тогда было, Продалгово. Потом этот переворот, эти все, команда развалилась. И Виктор Васильевич Тихонов в Царство Небесное пригласил на просмотр. Вот поехал туда, тоже очень много чего дал. И уже такой взрослый, более хоккей, уже научил играть. И объяснил, как надо себя вести не только на поле, но и в быту. Да, там, может быть, не так все было сладко, но, как говорится, ну, наверное, по тем временам, как он был, там, говорят, что строгий. Он уже не такой был строгий. Виктор Васильевич, да? Ну, все равно, как бы, дисциплина и режим на первом месте было. Леонид Аркадьевич много чего дал, хотя это мы... Вереснев. Да, Вереснев. В сборную там тяжело было, ну, там были старики тогда играли, не подпускали молодежь. Но все равно меня взял на чемпионат мира в 99-м году в Осло и ездил. В нашем разговоре вопрос о спортивной династии Ясов напрашивался сам собой. Что это за семейный феномен? Почему спорт? И почему так целенаправленно и конкретно? Ну, гены, может быть, какие-то, отцовские гены. У нас тоже он спортивный был. Он был тренером, работал пять лет в Тукумсе, боксом. Сам он тоже там заслуженный, там, чемпион Латвии и так далее. Ну, я думаю, от него, он с детства пребывал, например, в этот спорт. Чтобы человек должен тренироваться. Это как бы, как почистить зубы. Ну, и пошло, видимо. Строгий, честный, справедливый был. Объяснил все как надо. В спорте как-то легче жить тоже, наверное. Но почему, скажем, хоккей вот в твоей жизни появился все-таки, а не бокс, например? Ну, хоккей у нас там такая история была, что мама начала ругаться. Ну, старший брат у меня тяжелый тяж, Югур, ясно. Да, да. Мама запретила его. Ну, а до этого он играл в хоккей, пати отдал в хоккей. И он получил воспаление легких, отдали в бокс. Ну, и как-то, наверное, через знакомых отдали нас тоже, меня отдали на хоккей. У отца было общение хоккеисты, наверное. Они все, боксеры, хоккеисты, все вместе дружили раньше. Одна тусовка, как говорится. Ну, наверное, из-за этого. Как и в былые времена, сегодня у одного из ясов в голове только один план. Как стать лучшим? Яссы – максималисты, а по-другому и быть не может. Даже в чемпионате Латвии. Так было, когда он сам выходил на лед. Так и сейчас, когда Марек стал рулевым целой команды, помогая в ней сегодня Леониду Бересневу. Перед нами Рига, какие задачи ставят его сейчас на плей-офф? Только первое место. Только? То есть чемпионский цикл? Ну, а как еще? О чем думать, если ты выходишь на лед? Все. Как пойдет, так пойдет. Ничего тут уже из песни слов не выкинешь. Ну, команду настраиваешь только на первое место.